Елена Звёздная. Академия проклятий. Урок второй. Не ввязывайся в сомнительные расследования. Адепт Кариате. Чуть вибрирующий голос главы нашего учебного заведения заставляется дрогаться что-то глубоко внутри, и от этого невольно прислушиваешься к каждому его слову. — Вы мне обещали! Вы клялись! Вы гарантировали! Магистр тёмной магии лорд Риантьер направил на меня пристальный взгляд чёрных, как само тёмное искусство, глаз. Нервно сглотнула, но решила упрямо стоять на своём. — Я прошу прощения, лорд-директор, но это не представляется мне возможным. — Значит так, да? Чёрные, чуть мерцающие глаза сузились. — Да. Покаянно согласилась я. Магистр сцепил длинные сильные пальцы, сжал нежные губы. Нет, на вид они нежными не были, скорее твёрдыми и тоже сильными. Но практика доказала возможность очень нежных прикосновений этими самыми губами. Добавить к этому стройное мускулистое тело, звериную грацию, смоляные волосы и обжигающие чёрные глаза — и станет ясно, почему по лорду Риантьеру откровенно сохла не только вся женская половина нашей Академии проклятий, но и сотни леди из аристократических семей. И даже сама кронпринцесса — единственная дочь нашего уважаемого тёмного императора. — И каковы причины вашего отказа, адепт Кариате? Едва сдерживая злость, вопросил тот, кто по праву носил звание «Первый меч империи» и своим мечом был способен единым ударом перерубить дерево. — Молчу. — Почему вы молчите? — требовательно поинтересовался магистр. — Вам нечего мне сказать? Нервно сглотнув, честно ответила. — Нет. — Мне стыдно. Откровенно стыдно. Но иначе я поступить не могла. И тут он не выдержал. — Дея, ты клялась, что на празднике мы поедем знакомиться с моей семьёй? — Клялась. Но вся проблема в том, что с семьёй я согласна. А с мамой нет. — Но ты согласилась! — взревел обманутый в лучших надеждах лорд-директор. — Это было до того, как ты сообщил, что леди Тьер вернулась из путешествия. А я не хочу знакомиться с твоей мамой. Сильные руки демонстративно сложены на мощной мускулистой груди. Чёрные глаза сузились, губы сжались. И всё это преследовало единственную цель — запугать маленькую и уже испуганную меня. — Хорошо. Магистр Тьер поднялся. — Обсудим данный вопрос за ужином. — То есть ответ «нет» мы не принимаем. Теперь я демонстративно скрестила руки на груди, закинула ногу на ногу и угрюмо посмотрела на Риана. Увы, вместо того, чтобы согласиться с моим решением, мне подло пригрозили. — Зацелую. Подскочив с места, я выпалила. — Знаете, лорд-директор? — Первое предупреждение, — меланхолично сообщил он. Молча развернувшись, я покинула кабинет главы Академии проклятий. Была идея вновь попытаться с проклятием. Но, учитывая последствия первого раза, выйдя в приемную лорда-директора, увидела печальный взгляд леди Митасс. — Опять! — с укором попросила секретарь. — Риате, ты же хорошо учиться начала, но эти дисциплинарные нарушения, ведь отчислит же Дея, не посмотрит на отличные отметки и отчислит. — Отчислит — это вряд ли. Вот разозлиться и зайти дальше поцелуев может, но будем надеяться на лучшее. И я грустно поплелась прочь, ровно до того момента, как над Академией разнеслось. — Вечернее построение! Мгновенно сорвалась на быстрый бег, вскоре влившись в поток таких же, как и я, спешащих на построение адептов. И через несколько минут выбежала на женскую половину тренировочного поля, занимая свое место в строю. Леди Верис, увидев меня, чуть заметно кивнула, и в ее желтых глазах загорелся огонек любопытства. Наверняка Дара уже доложила все, потому что кроме нее больше некому. В Академии о моих отношениях с лордом-директором только они и знали. — Бегом, марш! — скомандовала куратор, и начался традиционный вечерний забег. А едва я пробежала третий круг, вырываясь в лидеры, как меня догнала Янка. — Тебе? — Ух! — Записка! — Ух! — Бегай медленнее! И пришлось переноровиться к ее шагу. Записку мне Тимяна передала, а вот прочитать я не успела. — К стене! — скомандовала капитан Верис. Наше самое нелюбимое упражнение. У стены выстраивалось по десять адепток, которые выдерживали двадцать прицельных бросков магическими шарами от куратора, а фактически истезатора. Увернулась? Молодец! Нет, входишь в следующую десятку, которая строится для экзекуции. И ловкость благодаря таким упражнениям развивается очень быстро. Спрятав записку, мы с Яной встали в первую десятку, благополучно увернулись и вскоре продолжили бег по кругу, пробегая мимо мужской половины академии, отжимающихся адептов и преподавателей. У нас, Норма, десять отжиманий, у них пятьдесят. Когда пробежка была закончена, нас отпустили, и мы разошлись по комнатам. Янка направилась за мной, в нетерпении ожидая прочтения. Ей Юрао писал только любовные послания, но они были не так увлекательны, как записки, предназначенные мне. — Ну, — потребовала Тимянна, едва мы вошли в мою гостиную. — Дай хоть сапоги снять. В процессе снимания ответила я. — А тебе что написал? — Что любит. — Дея, скорее! Растегивая мундир, я направилась к дивану. Села, поджав под себя ноги, начала читать вслух. — Дорогой напарник! — Пишу, дорогой, исключительно, чтобы ты это запомнила и не дешевила больше. Что значит семь золотых за поиск сведений о любовнике госпожи Прен? Да за семь золотых я даже из дома не выйду. Учти, напарник, поймаю, займусь твоим финансовым воспитанием. Теперь о деле. У нас два крупных заказа. Ты мне нужна по обоим для предварительного решения. Потом второе поручим девчонкам. Постарайся вырваться в выходные в контору. Темных тебе. Все равно дело с любовником я закрыла. Недовольно пробурчала, глядя на потешающуюся Янку. А как, кстати? За пару минут. Не стала скрывать я. Зашла к мастеру Гровосу и узнала, кто покупает лойское вино каждые выходные. А это любимое вино госпожи Прен, жены торговца мясом. Так что, принимая заказ, я уже знала, что выполнение будет легким. И не видела смысла брать много. А Юрао, он... У него правильная ценовая политика. Мгновенно вступила за любимого Янка. Что Янка, что Реая, обе слепо убеждены в одном. Юрао всегда прав. И без вариантов. А если Юрао не прав, это просто я его не так поняла. Ладно, я за домашку. Поднявшись и потянувшись, объявила я. Я попозже. Еще где не сбегаю. И темянно умчалась. А я после быстрого душа засела за задание по смертельным проклятиям, с предвкушением ожидая, когда... взметнулось адово пламя. И почти сразу сильные и такие нежные руки легли на плечи. Губы едва ощутимо коснулись завитков волос на шее. И только потом лорд-директор поинтересовался. Много задали? Ага. Я коснулась его ладони. Доклад по криминалистике. Семь упражнений по смертельным проклятиям. Двенадцать задач по орудиям убийства. Это когда паране необходимо определить, каким оружием оно было нанесено, уточнил лорд-директор. Угу. Я с тоской посмотрела на задачник. Помочь? предложил магистр. Проверить. Внесла свое предложение я. Сделаю сама, а ты потом проверишь, правильно ли. Хорошо. Ласковое прикосновение губами к моей щеке. Захвачу документацию с отчетами и вернусь. Вернулся быстро. Я едва к выполнению первой задачи приступила. Расположился, как и всегда, напротив и начал просматривать отчеты и дела по академии. Я себе ставила условия. Выполню упражнение и могу на него посмотреть несколько секунд. Это меня стимулировало. Лорд-директор, вероятно, себе в условия тоже ставил нечто подобное, потому что на меня поглядывал, только отложив очередной документ. Зато, когда наши взгляды встречались... Ты улыбаешься. С такой же счастливой улыбкой произнес Риан. Ты тоже. Не могла не заметить я. Делай уроки. Таким тоном можно было бы сказать «Бросай все и иди ко мне». С тяжелым вздохом вернулась к заданию, чувствуя на себе взгляд лорда-директора. В последнее время складывалось ощущение, что я постоянно улыбаюсь. И все счастливее и счастливее. Но через час примерно, уже без улыбки, я с раздражением рассматривала предпоследнюю из задач по видам оружия. Передо мной на столе лежала отрезанная призрачная рука с призрачной же капающей кровью. Волновала меня не эта конечность. До нее тут в призрачном состоянии побывали разные части тел. Но там я сходу определяла оружие. А здесь... Не понимаю, пробормотала я, всматриваясь в кривой надрез. Но не пила же. В самом деле... Риан бросил на меня чуть насмешливый взгляд и произнес. Ну, почему же нет? Присмотрись. Под ногтями грязь и несколько щепок. Так что вполне можно предположить, что это... Он допустил паузу, давая мне возможность самой догадаться. Лесоруб! осенило так и меня. Но какой смысл кому-либо отпиливать ему руку? Это уже другой вопрос. Тебя сейчас должно интересовать конкретно орудие, которым нанесли рану. Я задумалась. Еще раз оглядела учебное пособие, заливающее призрачной кровью мой стол. И призналась. Я так не могу. Я сразу начинаю думать, а кто это был? Что у него была за жизнь? Каковы причины смерти? Мне картина в целом нужна. Это замечательная черта характера для следователя. Риан помолчал и хитро добавил. Особенно для частного. Старательно проигнорировав намек на запрещенную некоторыми деятельность, возвращаюсь к домашнему заданию. Но уже следующая задача поставила меня в тупик. Тело дроу с огромной раной в груди мало того, что было не особенно приятно видеть, так еще и рана оказалась непонятная с белыми сколами костей. Я встала, заглянула сверху. Все равно ничего не поняла. Перевернула призрачное тело, едва сдержав отвращение, когда с него на стол полилось призрачное нечто отвратного кровавого вида. Тошнить начало сразу, да и трогала я его зря. На спине никаких повреждений не оказалось, то есть орудие явно короткое, раз насквозь не прошло. Вернула труп в исходное положение, увидела то, что из него вывалилось. Стало совсем плохо. — Да, — протянул Риан, — не бережет вас старший следователь. Я ничего на это не ответила. Мне было просто тошно. И проблема в том, что пока решение не впишешь в тетрадь, наглядное пособие со стола не исчезнет. А у меня уже было желание накорябать любую билиберду, только бы этого всего не видеть. — Да, — позвал лорд-директор, — я сама, — ответила несколько резко. — Я буду следователем, а мне еще не с таким придется сталкиваться. Так что должна решить сама. — Гадость какая! — вернулась, достала из-под наглядного пособия учебник, начала листать. И тут Риан произнес. — Сомневаюсь, что подобное есть в учебнике идея. Рана нанесена соргом. Это оружие правящей семьи самого закрытого в подземном мире западного королевства дроу. Вы такое не изучаете. И, вероятно, задание рассчитано исключительно на проверку вашей сообразительности. Пиши неизвестное орудие. Вернувшись за стол, так и написала. Призрачный труп исчез мгновенно. И мне сразу стало легче. Но вопросы остались. А для чего Акена дал невыполнимое задание? Следователь должен уметь признавать как свои ошибки, так и тот факт, что он не всеведущ. Не отрываясь от собственной работы, ответил лорд Тьер. Хм. Я начала барабанить пальцами по столу. А откуда ты знаешь про это оружие? А в ответ загадочная улыбка и тишина. А Субтитры создавал DimaTorzok